всем привет давайте узнаем что будет если мы будем торговать на бирже с помощью искусственного интеллекта например с помощью чат gpt можно ли использовать нейросети в торговле какие она предлагает стратегии и может ли эти стратегии нас вывести в плюс меня зовут сергей заботкин я торгую с 2012 года и сейчас мы посмотрим на что способна чат gpt и так что такое чат gpt это языковая модель созданная компанией open ai она может отвечать на вопросы предоставлять информацию объяснять сложные понятия типа что было раньше яйцо или курица имеет данные о науке истории географии культуры может с вами общаться на разных языках десятки языков которые она понимает эта система может помочь вам создание текстов вы можете давать и разные темы обсуждать и она будет предлагать вам варианты написания этих текстов даже стихи может за вас писать но что такое языковая модель языковая модель это компьютерная программа или алгоритм разработаны для понимания естественного языка эта модель строится на основании статистических исследований и машинного обучения чтобы научиться распознавать и генерировать тексты на основании ранее заложенных в нее текстов и понять языковые модели типа как чат gpt были обучены на большом объеме текста для того чтобы уловить различия языковых структур грамматические правила связи между словами и смысловые зависимости при всем этом важно понимать принципиальные отличия и ограничения которые имеют этот так называемый искусственный интеллект ну или скажем чат gpt самое главное ограничение которое здесь есть это обучение проведено было на основании данных которые были загружены в систему до сентября 2021 года также чат gpt не имеет прямого доступа к интернету к сети интернет и следовательно не знает актуальные новости не не может контролировать анализировать источники информации в режиме реального времени также важно понимать что программа может ошибаться и важно анализировать человеку информацию из различных источников а не верить скажем так на слово только этой системе следующая ошибка с которой вы можете столкнуться используя чат gpt является недостаток контекста то есть языковая модель такая как чат gpt работает на основании статистических шаблонов и вероятностных моделей иногда это может привести к непониманию контекста непониманию сложных вопросов и следовательно вам нужно будет дополнительно запрашивать информацию других источников следующий важный момент это конфиденциальность и безопасность ни в коем случае нельзя передавать этой программе какие-то кончить конфиденциальные данные вопросы задавать специфически или хранить хотя программа говорит что она не хранит эту информацию все же вы должны понимать что информационная безопасность очень важно в современном мире итак когда мы узнали кратко о том что умеет и чего не умеет чат gpt давайте воспользуемся ею для нашей основной задачи для трейдинга и что мы можем с этого получить и так чат gpt может помочь нам в исследовании и анализе рынка эта программа этот скажем так ну назовем это искусственным интеллектом он может предоставить нам информацию об инструментах об исторических данных трендах показателях рынка можно задавать ему вопросы об акциях валютах сериалы сырьевых товаров и других инвестиционных возможностях можно получать информацию с различных точек зрения как вы наверное знаете существует как минимум два способа анализа информации в трейдинге это фундаментальные технический анализ так вот что касается технического анализа чат gpt может помочь в этом плане рассказать о различных моделях типа флаги поджатия треугольники чашки ложки вот все вот это может помочь рассказать про индикаторы какие формулы спрятаны за этими индикаторами это все чат gpt может и дать некоторые подсказки также чат gpt может помочь вам собрать информацию проанализировать различные финансовые новости события объявления и соответственно трейдер может принять более-менее обоснованное решение уже как бы суммировано с помощью того же чат gpt также эта программа является неплохим собеседником то есть вы можете пообщаться высказать свое мнение как бы обсудить но не забывайте что все таки есть ограничение как мы говорили с вами не так давно данные в систему загружены до 2001 года до 21 года следовательно об актуальных событиях программа не знает также очень хорошим примером использования чат gpt может быть тестирование моделей то есть вы можете создать какой-то алгоритм и проверить с помощью этой системы насколько это будет прибыльно или убыточно и кстати мы сегодня с вами этим и займемся поэтому не переключайтесь и не забудьте там про колокольчик и все остальное ну и вот наконец-то мы перейдем от слов к делу и на экране вы сейчас увидите именно чат и общение в интернете с этой программы чат gpt напоминаю адрес известный чат точка openai.com и вот например при подготовке этого видео я задал этому чату простой вопрос попросил его составить простую стратегию для рынка форекс с использованием sma sma это simple moving average то есть простые скользящие среди и вот что программа предложила и говорит вот простая система с использованием простой скользящей средней состоит из нескольких шагов определить тренд установить а сама например с периодом 20 и 50 дальше пишет какой вход в позицию может быть когда пересекается сверху когда снизу когда мы открываем позицию в лонг когда в шор конечно молодец что не забыла про установку стоп лосс по цели прибыли но это take profit ну и дальше говоришь нужно мониторить позиции и так далее то есть в принципе для новичков очень даже хорошие варианты которые система здесь нам предлагают дальше я прошу программу вот пишу проанализирую по этой стратегии доходность например двадцатого года по паре евро доллар на дневном графике и вы видите что отвечает языковая модель не имеет прямого доступа к этим данным это то ограничение о котором мы говорили с вами совсем недавно то есть протестировать вы не сможете прям на актуальных данных придется некоторые моменты делать все таки вручную сегодня мы это с вами сделаем и спойлер вас результаты удивят ну здесь ряд советов эта программа выдает говорит как это можно все сделать мы с вами будем это делать с помощью известного ресурса трейдинг и и так вот сейчас и у меня на экране открыт графики вы его тоже видите евро доллар например это может быть либо фьючерс на евро доллар либо как форекс евро доллар в данном случае нам это не принципиально например дневной таймфрейм и как предлагал программа мы поставим вот эти вот полосочки красное синий это скользящие средние с периодом 20 с периодом 50 я здесь отметил точки их пересечения ну давайте посмотрим могли бы мы тут заработать или нет вот от ближайшего момента кстати вот здесь сейчас даже вот несколько дней назад было пересечения и программа предлагает нам шортить принципе даже так более-менее что-то получается далее вот здесь пересечения синие с красной снизу вверх вот в эти дни программа предлагала нам открывать лонговую позицию вот так отметить зелененьким я показал что как бы эти движения было все таки вверх но очень важный момент куда бы вы поставили стоп-лосс и это зависит от ваша торговая система то есть здесь это было бы правильно например здесь синие с красной сверху вниз пересекается программа предлагает вам продавать делать короткую продажу но увидите тренд развернуться в принципе вы бы скорее всего здесь получили стоп-лосс здесь убыток дальше смотрим где у нас было пересечения вот хорошо снизу вверх синие с красной полу . пересеклись программа говорит что так можно было бы например покупать и как вы видите по идее вот это все движение большое вы бы могли может быть забрать если бы ваша была такая система еще влево посмотрим здесь например вы могли бы если вот синяя с красной перри но тут множественные пересечения скажем так наверняка вы получили в начале убыток потом бы прибыль когда в обратную сторону дальше вот здесь тоже красном я отметил что тут бы вам стоп-лосс тоже был здесь например красная пересекает синяя если вы например ланга валида какое-то время было движение вверх но потом тенденция поменялась дальше вот здесь например синяя пересекают красную как баланговый сигнал но видите не пошел евро доллар просто наоборот упал здесь наоборот у вас получается синяя с красной пересекаются как бы шартовый сигнал тут бы вы заработали тут красненький например наоборот потеряли бы но но здесь и так далее это у нас уже двадцать первый год например вот здесь у вас можно даже отметить прям скажем так в прямом эфире здесь у вас было бы уже зелененькая плане того что вы бы могли здесь заработать вот здесь и так далее если мы вот так уменьшим и посчитаем примерно количество сколько у нас было бы так даже на скорую руку прибыли сколько убытков по количеству вот зелененькие сейчас один зелененький 2 3 4 5 5 раз мы бы заработали ногу ничего просто дабы мы так профит поставили да то есть мы вы могли вот большой то их забрать а у тут маленький убыток получить один красный считаем 2 вот здесь вот 345 ну здесь еще спорно скажем так тут скорее всего даже зеленый был то есть пять зеленых и 5 красных в 50 процентов случаев программа оказалась права в плане того что можно такую простейшую систему использовать для трейдинга ну а также интересный момент следующий я попросил чат gpt написать программу то есть именно составить робота торгово по той системе которая выше она нам показала предложила то чтобы не вручную тестировать а уже алгоритмически я как программист более чем с 15-летним стажем могу сказать что коды написаны вот здесь автоматически на языке mpl5 довольно таки неплохо то есть программа смогла сгенерировать вот здесь код простенького советника который открывает позиции на покупку и продажу при пересечении скользящих средних то есть сверху вниз внизу вверх в одном случае открывается позиция в лонах в другом случае короткая продажа то есть давно таки неплохо это написано но очень важный момент который стоит нам с вами не забывать это ограничение ограничение 2001 годом 21 годом и следовательно вот если мы говорим про язык например mpl5 то с 21 года по 23 как сейчас было очень много изменений и те команды которые тут используются могут быть не актуальны поэтому нельзя сказать что вам не нужно не совершенно разбираться не в программировании не в трейдинге а пользоваться только так называемым искусственным интеллектом к сожалению это недостаточно итак мы проверили с вами насколько полезна часть же пяти в нелегком деле трейдинга и оказалось что можно составить за несколько секунд торговую систему которая будет давать 50 процентов положительных сделок и я вам скажу из своего довольно-таки богатого продолжительного опыта что это великолепное начало особенно для новичков потому что многих трейдеров уходят годы для того чтобы иметь 50 процентов положительных сделок притом вы не забываете что каждый ваш тейк обычно будет три к одному а убыток следовательно будет перекрываться поэтому это очень хорошие результаты также мы с вами поняли что чат gpt как нейронные сети можно использовать для анализа обобщения информации даже для некоторых диалога и это очень полезно и уже бывалым трейдерами особенно повторюсь новичкам которые сэкономят огромное количество времени путем оптимизации то информация которая есть в интернете в книгах и так далее в этом случае чат gpt вам очень поможет также не забывайте что вы можете моделировать различные торговые идеи и с помощью аналитики которые вам предоставляются бесплатно с помощью этого чат gpt 3 или 4 версии вы все проверите проанализируйте потом уже составите торговую систему которая позволит вам зарабатывать денег в интернете